рада приветствовать всех зрителей своего канала а также тех кто впервые оказался на моем канале сегодня предлагаю вам вашему вниманию и на ваш суд 1 свои новые творческие работы в технике гиреширование это вот такая маленькая салфеточка ну как бы вот подстаканник пока что она пробная я сделала одну штучку планирую комплект не будет думаю очень очаровательно если будет на столе лежать несколько таких салфеточек и стоять чайный чайный сервиз следующая это вот такая салфетка чуть больше она двойная и выжжена изготовлены из подкладочной ткани вот это салфетка из габардино следующая салфетка это у меня получается бро проба пера я решила из меня для выжигания ой для вырезания для ажурного вырезания по бумаге была вот такая девушка русалка вот она получается с хвостом и она держит младенца я решила доделать и подарить подобную работу своей племянницы с обратной стороны она получается тройная здесь получается вот это вот сама девушка почти полный полностью тканевая затем она припаяна вот к этой основе это еще получается один вид ткани потом двойное отдельно вот эти вот ажурные части приклеен припаяны и обратная часть доработана тоже вот это все прикрыто еще одной тканью но она получается такая объемная в общем то плотная не объемная конечно же такая салфетка и салфетка которая сейчас находится у меня в работе так как спрашивают все салфетки побольше я решила сделать вот такую салфеточку и решила сделать розы не одного цвета а двойного хотя у меня в мыслях еще есть такое чтобы сделать их двухцветные заходила в цветочный магазин и увидела цветы эустомы мне показались они необычайно красивый и хочется воплотить их в жизнь но вот пока работаю над над данной салфеткой и вроде как бы она завершена фактически но мне хочется немного доработать что-то вот по центру еще сделать заказали салфетку с розами чтобы она была такая вот объемная чтобы вот эти розочки как бы лепесточки были не припаяны отдельно и поэтому я старалась припаивать только получается одну часть то есть начало лепестка верхняя часть вот в таком свободном полете возможно если ее как-то отпарить и она будет вот не на белоснежном фоне либо будет основа тоже розовая вот не не на белом фоне допустим тоже розовую основу либо сюда так как вот делала я розы объемные вот вот в этой технике чтобы они были вот в свободном полете как будто живые то будет немного по-другому смотреться но я решила изготовить вот такую салфетку думаю для нее обязательно найдется хозяйка но на этом заканчиваем данное видео так как работы по геляширование у меня в данный момент все которые я вам показала и сейчас еще сниму по вязанию на тему геляширование с вами прощаюсь до новой встречи пока пока